Если у спортсмена нет внутреннего стержня, то ему не стать великим чемпионом. Так считал легендарный тренер Владимир Петров. И занятия с любым подопечным строил так, чтобы в первую очередь закалить характер. Это помогало его спортсменам не только на гоночном треке, но и в жизни. Александр Гусятников, многократный чемпион многодневки велогонка мира, благодаря такой методике и добился своих успехов. Сейчас он достойно продолжает дело великого тренера, занимая пост вице-президента Европейского велосипедного союза. Конечно, это было не так просто, наверное, оценить с самого начала, но потом я научился это делать, и, наверное, это мне помогает до сих пор в жизни, что не просто задачу поставить и выполнить, но принять правильное решение в ее выполнении и понять, какую коррекцию нужно внести в эту деятельность. Воспитанники Владимира Петрова четыре раза выигрывали Олимпиаду, 32 раза чемпионат мира и почти 500 раз чемпионат страны. А в 1980 году сборная СССР по шоссейным гонкам состояла только из куйбышевских спортсменов. Он не только был, как сказать, тренером, он был отцом для многих ребят и готовил их, и жил с жизнью той, которой они проживали. И он старался, чтобы они не только были спортсменами, но и людьми. Он подготовил большую плеяду именно спортсменов, те, которые достигли не просто чемпионат России, СССР, а вот именно становились олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Спортивная общественность, видные деятели велоспорта, коллеги и воспитанники знаменитого тренера выступили с инициативой присвоить шор номер 7 имя Владимира Петрова. Эту идею поддержали. И теперь юные самарские велосипедисты будут тренироваться в школе, носящей великое имя. Школа развивает направления велоспорт-шоссе, велоспорт-трек, велоспорт-маутинбайк, адаптивный спорт глухих с проблемами опорно-двигательного аппарата слепых. Молодые гонщики продолжают достойно представлять Самарскую область на всероссийских и международных соревнованиях. С такой большой энергией, с такой огромной базой тренерского состава, молодежи, тренерского цеха, я думаю, что велоспорт должен подниматься выше. Будем делать все, что от нас завистище в строительстве велотрека. И если это получится, то наша школа будет одной из лучших в мире. В честь этого события вокруг стадиона «Солидарность. Арена» провели всероссийские соревнования по велоспорту «Шоссе». За победу в индивидуальных и групповых гонках боролись юноши и девушки 15-16 лет. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События.